Одессам рискует потерять один из старейших домов в городе, памятник архитектуры, которому больше 200 лет. Под развалинами могут погибнуть десятки людей. Жильцы не раз обращались к властям на разных уровнях, но кроме отписок ничего не получили. Дом на углу Дерибасовской и Решельевской издали выглядит вполне благополучно и кажется, простоит еще не одну сотню лет. Но это только кажется. При ближайшем рассмотрении можно увидеть огромную трещину вдоль всего фасада. Из-за перекоса стен надвое разорвало балкон. Обломки камней уже не раз падали на тротуар. Впрочем, это еще мелочи. Зрелище в коридоре коммунальной квартиры только для людей с крепкими нервами. Такие трещины обычно остаются после бомбежки или землетрясения. Но ни то, ни другое дом не разрушило. Он разрушается в мирное спокойное время. Причем трещины образовались сразу на двух несущих стенах, внутренней и наружной. Одна половина дома откололась и все дальше отходит от другой. Трещина по стене подъезда постепенно спускается все ниже и уже достигла первого этажа. Первое начальное было, значит, это разрушение было подвала турецкими гражданами. Сносили здесь огромные полтора метровые несущие стены. Самовольно все делали. В результате, короче, мне пытались закрыть рот. Всячески. Четыре раза пытались меня убить. Разбили мне три легковых автомобиля. Муж в результате получил инфаркт. Умер. Мы уже были только за 2012 год 18 раз на прием. Все нам пишут ответы, что они уже заказали экспертизу. Дом не только жилье для многих семей. В истории Одессы это замечательное место. Проездом, будучи в Одессе, останавливался Суворов. Тоже есть такие письма к старых одесситам между собой. Здесь бывал Пушкин, в казино играл. Здесь давали обед в честь приезда Гоголя. То есть этот дом совершенно уникальный. С инженерной точки зрения это вполне объяснимо. Построенный более двух веков назад кирпичный дом был двухэтажным. Сто лет назад надстроили еще три этажа, но уже из ракушечника. Масса постройки увеличилась по меньшей мере вдвое. После турецкого ресторана в подвале новый хозяин верхней квартиры настроил так называемую мансарду, которая фактически является еще одним полноценным этажом. Сосед с другой стороны возвел не просто дополнительный этаж, он даже оборудовал на крыше бассейн. На днях еще один бизнесмен прорубил другую несущую стену, чтобы вставить дверь в помещение нового заведения. Самое же страшное мы увидели в подвале. Вся многотонная масса дома с позднейшими настройками удерживается на нескольких деревянных подпорках. Ясно, что если дом начнет падать, вряд ли кто-нибудь спасется. Жильцы обращались не только к местным властям. Понятно, что от района и городской администрации ничего не добьешься. Писали в администрацию президента и кабинет министров. Но в столице, как всегда, проблему перекладывают на местные органы. Долгую переписку с различными инстанциями ведет и областное управление защиты объекта культурного наследия. Пока есть только формальное обещание чиновников Приморской районной администрации. Техническое состояние этого дома заставляет желать лучшего. Дом находится в состоянии, которое требует принятия мер к его ремонту и даже комплексной реставрации. Мы получили информацию от городского совета, которая свидетельствует о том, что на 2013 год ремонт этого здания включен в список тех объектов и тех работ, которые планируется выполнить за счет городского бюджета в 2013 году. Обещание включить дом в план капитального ремонта еще ничего не значит. Все решают деньги и нет никакой гарантии, что их найдут. Домов, которые ждут планового ремонта, в Одессе полным-полно. После обращения жильцов к депутатам Верховной Рады из городской администрации пришла очередная бумажка. Хозяйку аварийной квартиры Селевину Овсенину записали на прием к заместителю городского головы. Мы на сегодняшний день просим срочно Алексея Алексеевича Костусева в наш двор, чтобы он лично посмотрел, как мы можем так дальше жить. Есть у нас хозяин Костусев, пусть он сюда лично, мы не хотим к нему на прием, мы не хотим туда оббивать дороги, пусть он сам придет к нам и посмотрит. Потому что мы не перестанем, несмотря ни на что, не на смотря угрозы, не смотря ни на что, мы будем бороться за этот дом. А пока время идет, дом продолжает разрушаться. К тому же, как говорят жильцы, квартиру на верхнем этаже выкупил какой-то француз и собирается возвести там еще одну надстройку. Даже разрешение на строительство уже получил. Что думает городская власть и думает ли вообще? Ведь речь идет не только о памятнике архитектуры, но и о человеческих жизнях. Александр Виноградов, Евгений Войтенко, Руслан Акаев, телекомпания КРУ.